Национальная платежная система на самом деле это очень хорошая вещь, очень грамотный инструмент, который вообще дисциплинирует российскую экономическую систему. Я, честно говоря, удивляюсь, почему раньше она не была введена, хотя у нас есть наши системы, например, золотая корона, все это находится в зачаточном состоянии относительно тех супер продуктов, которые предлагают мировые лидеры и визы, и мастер-карты, American Express, и даже японская JCB, и тем более китайская. И здесь надо хорошо понимать, что вопрос это не политического решения. Нельзя просто однажды сказать, мы вводим национальную платежную систему, а остальные закрываем. Во-первых, ни одна страна мира не шла на такие вещи, потому что закрыть-то можно все что угодно, но конкуренцию нельзя убивать. Посмотрите, как грамотно сделал Китай. Я помню, когда многие смеялись над китайской системой UnionPay, когда она только вводилась, говорили, ну что китайцы могут сделать без хоть какого-то малейшего опыта, когда, например, рядом, не говоря уже о США, есть японская платежная система JCB, созданная в 1961 году и в 1968 году, которая начала, собственно говоря, выходить на крупные масштабы. Может быть, китайцам надо взять чужую систему? И вот китайцы долго обучали своих сотрудников, создавали у себя расчетные центры. Было очень много неудачных вещей. Несколько раз пытались это базировать на каких-то карточных системах отдельных банков. То есть, они испробовали все, что возможно. И в конце концов пришли к тому, что надо сначала платежную систему, чтобы она была уважаема в мире, напитать деньгами. Вот это самый главный вопрос. Ведь, давайте честно признаемся, национальная платежная система в виде карточек может вести любая страна мира. Даже малоразвитые или плохо развитые страны Латинской Америки или Африки. Но эта система, не подкрепленная экономическим мощью государства, не будет пользоваться никаким уважением. И вот когда Китай пошел вверх в плане экономического развития, система UnionPay начала признаваться практически во всех странах мира. И что при этом сделал Китай? Не торпедировал ни визу, ни мастер-карт. Но есть целый ряд магазинов, где, во-первых, иностранные зарубежные карточки не принимаются. Неважно, виза это или мастер-карта или Американ-экспресс. А в других магазинах вы должны будете платить небольшой процент, скажем, 5-6% за использование зарубежной кредитной карточки. То есть, по сути дела, конкуренция есть, но свои отдаются преференции. Поэтому никакого, так сказать, хамства по отношению к другим системам нет. Россия поступила довольно странно, когда вдруг впервые опомнились, что оказывается, как вдруг сообщили экономисты, то, что написано в любом школьном учебнике практически, что любой расчет систем, международная система, идут через расчетные центры в других странах мира. Почему нельзя было сделать раньше переместить к нам все эти платежные системы? Это, конечно, большой вопрос. Я полагаю, что здесь есть просто конкретная ответственность и конкретные люди, которые упустили эту систему. В общем, понадобится нам десятилетие, чтобы эта система стала уважаемой в мире.